Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс продолжает свои программы. И сегодня понедельник. Всех поздравляем с праздником Labor Day, День труда. Сегодня новая программа. Я хочу с удовольствием представить гостя этой программы. Зовут ее Марина Костина, доктор по психологии образования, мастер Рейки и основатель компании Wired at Heart. Образование, оно востребовано, оно всегда было востребовано сейчас в особенности. Мир меняется, с необыкновенной быстротой технологии меняется, интернет развивается, и поэтому нам, так сказать, надо соответствовать. Ну и сегодня мы поговорим о теме, сейчас Марина ее сама озвучит. Ну а я хочу поздороваться. Марина, добрый день тебе и рада приветствовать тебя в нашем эфире радиоцентра Сен-Гейтс. Добрый день всем! Спасибо большое за приглашение, очень приятно. Да, ну много раз выступала и на радио, и на телевидении. В процессе общения, в процессе знакомства мы об этом будем говорить. Несколько языков Марина знает. Более того, мы дальше планируем приглашать очень интересных людей. Будем переводить языка, которое не все знают. язык у нас испанский, да. Не все его знают. Ну, будем переводить, кто его не знает. Да? Хорошо. Марина, так мы о чем поговорим? Мы поговорим о образовании, мы поговорим о твоей, так сказать, основной теме. Озвучи ее сама, пожалуйста. Да, моя основная тема, я сейчас занимаюсь, и даже у меня создан курс о любви к себе. Это очень интересная тема, потому что на самом деле любовь к себе, она в основе всего в жизни человека, нашего мировосприятия, нашего счастья, нашего достатка даже. И просто даже вот как мы видим и себя чувствуем в этом мире. И поэтому вот я поняла в ходе работы со своими клиентами, что вот эта тема очень важна для них, и этому не учат в школе. Вот. Поэтому очень важно было создать такой курс. Да. Ну, на самом деле это действительно правда, потому что, к сожалению, кроме того, что мы еще и других не всегда любим, мы еще и не любим самих себя. Это относится в первую очередь тем людям, которые решают комиссию и сайт, как это говорится. Они себя почему-то не любят. И никаких оправданий здесь нету, потому что если бы человек любил себя, он бы понимал, о чем идет речь. Что такое любить себя и что такое любить другого? Вот не устаю повторять, мы когда едем, ездим в Бразилию, то в госпитале, в духовный госпиталь Джануф Гад, Джона от Бога, там всегда рекомендуется, и в общем-то эта рекомендация идет прямым текстом к выздоровлению, иначе по-другому нельзя. То есть первый этап – полюбить себя. Второй этап – полюбить, точнее простить своих обидчиков-врагов и полюбить их. Но мы не можем полюбить их, пока мы не полюбим себя. То есть, а почему мы себя не любим? Ну, у нас есть перед чем-то страх. Давай мы с тобой поговорим о том, как все-таки на первом этапе убрать вот эти все блоки, которые мешают нам полюбить себя, и что вообще означает полюбить себя. Ну, на самом деле блоков много, которые препятствуют к любви к себе. Вот страх – это один из этих блоков. Вообще, к сожалению, 70% взрослых испытывают страх. И страх – это какая-то острая эмоциональная реакция, вызванная какими-то внешними обстоятельствами, которые могут быть реальными или нереальными, которые мы сами себе сочинили. И в основе лежит вот угроза биологических, психологических состояний человека. Вот. Ну, на энергетическом уровне страх, вы знаете, он блокирует первую чакру. Вот это первая чакра. Для тех, кто не знает, может быть, что такое чакра, есть энергетические центры в нашем теле физическом и духовном. И это первый один из центров, который отвечает за выживание. И вот когда мы испытываем чувство страха, и вот оно там сидит у нас, да, в этой первой чакре, у нас блокируются такие вещи, как даже финансы, да, какие-то вот наши ощущения себя, самооценки, самоуверенности в этой жизни, да. И если говорить о любви к себе, то я разделяю три, как бы, шага к любви к себе. Первая – это самооценка, что на самом деле самая зыбкая такая концепция, но самая легкая, которую легче всего исправить. Вторая – это самопринятие себя, ну, в том смысле, что образ себя, да, как мы себя видим, самоконцепция. И вот третья – это уже самопринятие, принятие своих негативных и позитивных качеств и осознание своей божественности, на самом деле. Вот есть три шага, и у меня как раз вот в моем курсе, эти пошаговые мы учим, как сначала поднять самооценку, потом как сделать позитивную самоконцепцию, а потом уже как принять себя. Ну, на самом деле, это очень интересная действительно концепция, поскольку ты сейчас, по сути дела, огласила вот наши все три составляющие, то есть мы же не просто тело, и если мы на первой чакре, это связь с землей, это приземленность, поэтому финансы – это и есть земля, и принятие самого себя, самой себя – это и есть связь именно с первой чакрой, с землей. Но дальше божественная любовь – это уже наверху, это уже как body, mind, spirit, тело, дух, душа или тело, ум, душа, и без этого нельзя продвигаться, то есть мы начинаем эволюционировать только с нашего тела и будем идти вверх вот по этим чакрам, с первой такой чакрой, которая и есть, вот принятие самого себя, да, действительно. Действительно. Хорошо. Ну вот, скажем, блоки, вот блок избавится от страха. Трудно, трудно на самом деле избавиться, потому что мы постоянно чего-то боимся. Вот знаешь, интересно, я лично сделал наблюдение, я начинаю, когда с кем-то общаться, общаюсь довольно с многими людьми, и начинаю рассказывать, допустим, о чем-то. Вот начинается проект. Вот мне любопытно, я тоже занимаюсь психологией очень много лет, и мне любопытно, как люди реагируют. И вот как-то я проводил эксперимент. Я задаю вопрос одной моей знакомой и спрашиваю, скажи мне, вот есть такая идея. Ответь мне, да или нет. Эта идея хорошая, я объясняю все. Она подумала и говорит, да, но. Я говорю, да, но не бывает. Ты мне ответишь, да или нет. Она мне начинает объяснять, да, но. И опять объясняю. Так было пять раз. Пять раз. И каждый раз я говорил, ты мне можешь ответить, да или нет. И вот когда только на шестой раз она мне ответила, да, я говорю, а вот теперь давай будем смотреть, как решить это, да. То есть идея у нас хорошая, и как мы будем двигаться, решать вот эту идею, решать те проблемы, которые ты говоришь, да, но. Как, с твоей точки зрения, человек должен начинать вот эти вот вещи, ну, в данном случае, любить себя? Ну, вот это очень интересное. Да, но это действительно вот этот блок, который... Есть еще похуже. Да нет. Да нет. Да нет. Ну, мы уже говорили, что... Да, мы говорили, да. Ну, мы говорили это, так сказать, не на радио, но... Да. Вот скажи американцу, да, нет. Он вообще ничего не поймет. Как это может быть? Есть, но. Ну, или есть, или но. У нас почему-то мы говорим, да, нет. Ну, а вообще, очень интересно понять, во-первых, почему возникает, вот где этот страх, его надо обнаружить, да, и зачем он нужен, потому что вот эта вот наша привязанность к этому страху, то есть он уже становится как бы частью нашей системы, и мы вроде бы хотим от него избавиться, а вроде бы мы не хотим от него избавиться, потому что это всегда защита, правильно? Страх — это всегда защита. И, ну, вот вы привели пример своей предельницы, а я вам приведу пример своей клиентки, которая ко мне пришла, и у нее был страх вот этого abandonment, да, по-английски, страх, когда тебя бросают, да? И мы поняли с ней в результате нашего разговора, что у нее нету страха быть одинокой. Она очень независимая женщина. У нее страх вот именно надо определить до и после состояния, вот нормальное положительное состояние, до того, как случается какая-то ситуация, которая вызывает это чувство страха, и после. И вот в результате нашей беседы мы проговорили, что вот она начинает отношения, ну, она правила, нету проблем никаких, она не боится, не боится, не боится, не боится. И вот мы в конце концов поняли, что вот этот момент, когда ей говорят, все, отношения закончились, вот у нее начинается вот этот панический страх. А когда человек уже уходит, и она одна, у нее этого страха нет. То есть, понимаете, вот очень важно понять вот это до и после, где оно. И почему я начала говорить про то, что вам страх выгоден, вот ей страх нужен был, она хотела держаться за этот страх, потому что и сама подзазнательно выбирала мужчин, например, которые, ну, намного менее, ну, менее ее достойны, может быть, или сама заканчивала отношения, потому что она хотела, чтобы она закончила, а не с ней закончили отношения, да. Вот. И это очень такой выгодный страх, потому что она выросла тоже с мамой, с одиночкой, которая ей говорила, что в мужчин нам верить нельзя. И вот она вырвала себе этот страх, и в то же время такое чувство ответственности как бы переложила на этот страх, чтобы, ну, ну, вот так вот, да. Вот мне, ну, все равно все, значит, такие, меня все будут бросать. И мне не надо работать над тем, чтобы искать человека, который подходит мне по уровню, чтобы, а это, значит, самой расти, да. Вот, поэтому вот надо понять, во-первых, первое, где этот страх вот до и после состояния, которое у нас положительное, вот что именно вызывает страх. Второе, зачем он тебе нужен? Потому что вот эта вот причина, если мы не раскроем ее для себя, мы будем очень сопротивляться всем, даже энергетическим практикам, вот первая чакра, она, в принципе, тоже лечится энергетически, да. Вот, мы будем сопротивляться, потому что мы будем как-то подсознательно думать, что нам он выгоден, это страх. Ну, интересная вещь, давно уже, кстати, известная вещь. Дело в том, что мы обычно получаем то, чего мы боимся. Да. То есть мы всеми фибрами своей души, если мы чего-то боимся, мы вот это вот все, все эти флюиды, если можно так выразиться, мы их испускаем в универс, во Вселенную. Ну, а ничего не пропадает, ничего не исчезает, закон сохранения энергии, закон сохранения материи, это потом нам все возвращается. Поэтому известная вещь, если мы хотим, чтобы у нас что-то получилось, мы не должны относиться к этому, то есть, легко, конечно, сказать, трудно сделать. То есть вот у нас есть страх, тогда есть одна из практик, я не знаю, ты, наверное, скажешь лучше, но одна из практик есть. Мы выходим где-то за пределы самих себя и стоим где-то там в стороночке и смотрим за этим страхом, как он на нас, совершенно безучастно. Вот у меня рядышком сидит мой компаньон, вот он, вот компаньон сидит, да. Вот этот компаньон учил людей, после того, как стал просветленным, лет 45, учил людей, как в том числе избавиться страха, потому что как не быть оттечь, как не быть привязанным к чему-то, в данном случае мы об этом говорим. Это первый момент. А второй момент, скажи, вот ты как раз как-то привела пример о том, что вот живет эта девушка-женщина, живет со своей мамой, которая тоже, так сказать, одиночка. То есть получается, что этот страх пришел, оказывается, он не появился, он случайно не возник, он, оказывается, это какой-то родовой, можно сказать, страх. Что в этом случае делать тогда? Вот знаете, мне очень интересно, вот эти, есть разные подходы, на самом деле, вот психологии и в энергетике, не знаю, говорили ли мы о родовом страхе. Страх, конечно, может возникнуть еще в утробе матери, это точно. В данной ситуации девочка слушала мамины беседы с подругами, да, за чаем, с детства. То есть я не могу сказать, что это родовой. Вот мне интересно как раз вам задать вопрос, Михаил, вот вы занимаете нумерологией, да, вот в нумерологии есть что-то такое, что показывает, что какие-то люди более склонны к страхам, чем вот какой-то определенный тип людей, например? Есть такое или... Нет, безусловно, есть, есть определенные, скажем, цифры, они, ведь это вибрации определенных, скажем так, планет. И люди, которые подвержены таким влияниям, ну, во-первых, женщины мы знаем более эмоционально, чем мужчины, это мы знаем. Они более, может быть, еще и sensitive, и более духовные, чувствительные, да, и более там духовнее, действительно, чем мужчины. Ну, это то, это цифра, которая, может быть, обуславливается двойкой. То есть если человек родился там 2-го числа, 20-го, 29-го числа, 11-го числа, вот у него или у нее есть вот такая тенденция вот к таким вещам. Дальше другой момент, эта цифра может быть семерка, то есть 7-го, там, 16-го, 25-го числа, тоже есть такой момент, поскольку это уже влияние другой планеты, и это может быть действительно страхи. Это те самые фобии. Но если смотреть, уходить, скажем, в рот и уходить там к родителям, тогда есть такая шахматка папа, дочь, мама, сын. Вот как ведет себя, то есть можно проследить это, и вот как вел себя папа по отношению к маме, допустим, дочь воспринимает вот это вот все. И, естественно, как мама вела, ну, пропорции достаточно большие, 75-25%, примерно вот таким образом. Вот, но действительно существует. Но страх есть, естественно, приобретенный, страх есть, который, ну, можно сказать, по наследству перешел. Как психология образования отвечает на этот вопрос? Ну, на самом деле, про рот не говорится в психологии образования, но, естественно, да, но на энергетическом уровне. Поэтому я соединяю обычно и традиционный, и нетрадиционный подход, потому что я вижу, что это самое, как бы, ну, дает более богатую систему техник, да. И для страха, вот, я знаю, что НЛП очень помогает, на самом деле, нейролингвистическое программирование, и одна из техник, вот это, которую вы, кстати, предложили, это действительно вот себя, есть вообще такая техника, что ты приходишь в кинотеатр, да, в котором ты видишь портрет себя, и садишься в первый ряд, и видишь портрет себя вот в этом страхе, в какой-то ситуации, которая вызывает страх. И сначала на него смотришь, и тебе очень неприятно, и ты, как бы, пытаешься раздвоиться, да, смотришь на своего вот этого человека, часть себя, которая смотрит на этот портрет, а сам уходишь на, там, на третий ряд. А потом также делаешь еще один, у тебя двойник появляется, ты идешь на последний ряд. А потом ты идешь уже в будку, там, где это киномеханик, и начинаешь крутить этот фильм, и смотришь через дырочку на этот фильм, еще не слышишь ничего, какие-то такие моменты, значит, фильм еще черно-белый, смотришь на этот фильм, который прокручивается, и когда он заканчивается, ты быстренько-быстренько перекручиваешь фильм, идешь в последний ряд. И вот так вот потихоньку, приближаясь к первому ряду, а потом ты уже становишься частью этого фильма. На самом деле, это такая интересная история вроде бы, но если ты на самом деле эту технику прокручиваешь, и потом ты уже становишься частью фильма, который уже озвученный, с цветом, звуком, и... Потому что ты столько раз это уже прокрутил в разных состояниях, то у тебя страх, в принципе, уходит. И на энергетическом уровне рейки замечательно работает для первой чакры, и вообще вот вы, Михаил, кстати, говорили про то, что мы притягиваем то, что от нас исходит, да? На самом деле, ведь есть же шкала вот этих вот частот разных эмоций, да? И мы притягиваем, вот как вот на волне, на радио, да? Вот мы на этой волне сейчас, мы притягиваем все вещи, которые одинаковые частотности, да? Так вот страх, и еще есть такое чувство стыда, которое, кстати, блокирует третью чакру обычно. Чувство стыда. Третья чакра — это что? Это мы. Самопринятие, самооценка, кто мы есть на самом деле, самоуверенность. Сидит в третьей части чакры. Так вот, стыд и страх, они на этой шкале на очень низком уровне. Поэтому, если вы испытываете чувство стыда или страха, которое вас блокирует, мы в какой-то момент все это испытываем, но если оно вас блокирует, то о какой любви, о каком успехе, о каком благополучии мы можем говорить, когда успех, спокойствие, благополучие — это очень высшие, высокие частоты, да? Поэтому очень важно это, естественно, избавиться от этого, какими техники для вас, вот НЛП очень хорошо работает, рейки. Может быть, у вас есть какие-то тоже техники из нумерологии или из каких-то других дисциплин. Это очень важно, чтобы человек действительно понял, что это его блокирует, и он притягивает обстоятельства, действительно, потому что он на другой волне. Дорогие друзья, обращаюсь к нашим радиослушателям, телезрителям. Все наши программы записываются, выставляются в YouTube. И те, кто не мог посмотреть или, точнее, послушать нашу программу сегодня, в реальном времени, может ознакомиться с ней и даже увидеть на YouTube, на канале YouTube, на нашем канале, ну, на Facebook, там это все дублируется. А у нас в гостях Марина Костина, доктор по психологии образования. Там, вообще-то говоря, довольно много регалий. Ну, так мы будем потихонечку, потихонечку это будем двигаться, да. И я хочу сказать о том, что, в общем-то, мы с Мариной уже вот сейчас стали общаться достаточно плотно. И мы предполагаем о том, что вот этот вот семинар, воркшап, который Марина делает уже достаточно давно, будет проходить на нашей территории, территории центра Сан-Гейт. Причем интересно, что не обязательно, на самом деле, желательно, конечно, прийти, скажем, вот, визуально так, лицо к лицу там встретиться, чтобы это было. Но те, кто не могут прийти, тем более, что кто-то проживает в разных городах и странах, они могут подсоединиться к нам на интернет. Эти программы будут в реальном времени транслироваться. Вот этот очень интересный момент. Ну, Марина, ты скажи мне, ты ведь сама практикуешь, ты же не просто там обучаешь. Есть же люди, которые, как в том анекдоте, профессор объясняет о вреде курения, а потом, значит, перерыв, студенты с удивлением смотрят, он сидит, ушел в уголоке, где-то смалит. Говорят, профессор, вы же нам это объясняете. Курить это же вредно, он говорит, так я же профессор. Я же все знаю, я же могу кинуть в любой момент. Поэтому вот Марина, она не просто там теорию, она практически это все проходит. И Муладхара с Манипурой, это все функционирует на должном уровне, поскольку, ко всему прочему, об этом мы еще не говорили. Марина, насколько я знаю, ты очень активный сподвижник такого музыкально-мониторного движения, которое под названием «Зумба». «Зумба», да, «Зумба» классная. Кстати, на самом деле, ученые уже показали, были исследования, что «Зумба» увеличивает чувство радости. А радость, она вибрация. Совсем другая, да. Совсем другая, поэтому мы туда и хотим. Любовь, радость, спокойствие, да, вот самые такие 500-ый плюс вибрации. Так что, на самом деле, «Зумба» – это очень важная часть моего режима. Вот эти вот, я считаю вообще, что как бы счастье – это дисциплина. Дисциплина выбирать те вещи, которые вас делают сильными. И вот это обязательная часть моего ритуала. Поэтому без «Зумба» никуда. Так же, как и медитация. Никуда без медитации «Зумба» не уйдет. Мы на эту тему тоже поговорим. У нас есть возможность делать и «Зумба» тоже на территории Центра Сен-Гейтс. Марина, еще вот такой момент есть интересный. У тебя есть конкретное устройство, которое как раз-таки измеряет наши энергетические составляющие, которые называются «Байофидбэк». «Байофидбэк» – это называется, да, этот подход. Спасибо. Я только хотела как раз говорить о том, что вот страх и стыд можно видеть на этом приборе. Прибор, он, кстати, от русских ученых, я его получила, разработан русскими учеными. Это приставка, на которую ты кладешь руки, которая считывает твою изменение состояния кожи. И появляется картинка, да? Но это аура, да? Ну, это аура, да. Появляется аура, и все чакры показаны, и очень много разных цветов. Он, в принципе, дает очень большую… У меня сессия длится как бы вот два часа, мы говорим. Можно говорить два часа про то, что… Два часа вы рассказываете вашему клиенту, что у него не в порядке? Нет, мы не в порядке. Наоборот. Что у нас нет в порядке, не в порядке, да? Мы просто видим, что какие-то определенные мысли, какие-то определенные обстоятельства, они вот таким образом влияют на нашу ауру. И когда человек видит, вы сами, наверное, знаете, что вначале очень хочется что-то вот такое конкретное пощупать, понюхать, да, чтобы вот было видно. Потому что вот эти вот все разговоры про ауру, про духовность, они вот вроде бы такие привлекательные, но человеку надо что-то вот такое конкретное. Ну, конечно, когда стоит человек и вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот у тебя третья чакра открыта на расстоянии, я вижу эту чакру на расстоянии 25 футов, а вот эта чакра у тебя совсем закрыта, тебе нужно работать над этим. Нет, ну есть такие люди, безусловно, но когда ты рассказываешь это все, или человек, который вообще с этим никогда не сталкивается, он ничего не понимает. Когда он видит фотографию, хоть что-то видно, красное, синее, зеленое, ну вы же объясняете, правильно? У нас тоже есть такой аппарат, может быть какой-то другой вариант этого аппарата, но поскольку вы являетесь психологом по образованию, и поскольку вы делаете вот такое исследование с вашим клиентом, вам намного проще тогда рекомендовать ему какой-то конкретные практики для того, чтобы вот избежать, избавиться от этих страхов и в конце концов добиться того, чего он хочет, правильно? Да, конечно, и видно на ауре, что вот ваша чакра, вот например первая, да, она, которая блокируется страхом, она имеет совершенно другую форму и другой цвет, и вокруг этой чакры видно уже какие затемнения, если страх очень сильный, и он уже сидит в тебе всю твою жизнь, то могут даже дыры образоваться в ауре, да, а дыры это вообще как бы очень, ну не очень приятная вещь, потому что энергия все время уходит, да, и человек себя чувствует очень усталым физически, психологически, ничего вроде бы не получается, вот когда первая чакра, она заблокирована, вот такое ощущение, что вот ты вот, ну что бы ты ни сделал в этой жизни, вот вроде только-только-только-только-только начинает все хорошо, и опять что-то происходит, да, вот это вот spinning the wheels, да, хорошее выражение по-английски, да, вот что бы ты ни делал, все равно вот от тебя прямо уходит вот это, и достаток, и карьера, и вообще чувство просто уверенности, вот что я стою на этой земле, так, конкретно, да, вот это очень важная чакра, поэтому, и опять же, вот мы рекомендуем практики НЛП, рекомендуем рейки несколько раз, смотря в каком состоянии находится человек, вот, а третья чакра, тоже очень важная, мы про нее еще не поговорили, вот чувство стыда, которое блокирует, и это чувство, опять же, самооценки, как ты себя воспринимаешь, да, на самом деле, когда вы сказали, что я практикующий человек, я очень практикующий, этот курс результат того, что я сама, у меня была очень низкая самооценка, и так, скажем, с любовью к себе было, ну, не очень-то, всю мою жизнь, и я просто когда поняла, что проблема не в ком-то еще, не в обстоятельствах, не в людях, а проблема в том, ну, во мне, и что мне надо расти в этой области, я начала просто вот безумно читать, ходить на все семинары, пробовать все техники на себе, и вот этот курс, он результат вот этого вот пути, который я прошу вас сама, поэтому... Я вам хочу сказать, прошу прощения, значит, Марин, я делал сам тебе нумерологическую, так сказать, консультацию, мини-консультацию. Вот я о чем хочу сказать, дело в том, что есть действительно какие-то приобретенные способности, есть эти способности, если их не развивать, то они увянут, вот, к примеру, не пользоваться какой-то рукой, она усохнет когда-нибудь, рано или поздно, если не пользоваться, поэтому могу тебе сказать, что от рождения именно селф-эстима или самооценка, она была очень высока, высока в том плане, что она была самая сильная составляющая, бывает, человек себя недооценивает, это низкая самооценка, или, бывает, он переоценивает, он хочет крутиться, светиться и быть центром Вселенной и пупом Земли, вот это вот переоценивает, и то, и другое как бы не очень хорошо, потому что оно должно быть где-то вот так вот посередке, и у тебя от рождения это есть, но, если ты себя чувствовала, опять же, дорогие друзья наши радиослушатели, если вы себя чувствуете в какой-то степени, ну, ущемленными, как-то себя не очень любите, не дооцениваете, но это у вас все-таки есть самооценка от рождения именно нормальная, так это все решается и очень и очень легко решается. Ну, для этого, как и всеми вещами, надо все-таки заниматься, поэтому как раз вот тот курс, который Марина делает, я пока еще не знаю, я знаю только общее описание, но мы еще не планировали, точнее, мы в планах, у нас есть провести такой курс с Мариной Костиной, но еще мы не знаем, когда и что, если у вас, дорогие друзья, есть какие-то вопросы, замечания, предложения, вы можете, в общем-то, обратиться к нам, это sungatesradio.com, это наш скайп, sungates108, и это телефон, можно позвонить, вот у меня там наверху не видно, правда, за спиной висит телефон, 1-847, 1 это код страны, на всякий случай, 847-226-9956. Ну, и также пообщаться с доктором Костиной, которая, в общем-то, действительно, на всех уровнях вот это вот все, не просто там, скажем, проверяет, а со всей авторитетностью может вам сказать, да. Да, поэтому, на всякий случай, так как она PHD, на всякий случай, да, доктор психологии, вот, так что это очень интересно, это очень хорошо. Ну, Марин, я полагаю так, что для первого раза достаточно, у нас все-таки праздник, но в празднике, как мы все работаем, мы живем в такой стране, где все работают, да, ну, так уж получается, кто-то же не работает, и кому-то же надо, так сказать, сервис такой делать, если все будут не работать, то тогда, как бы, нелогично это будет, поэтому кому-то надо, да. Ну, это приятная работа, приятная работа, это даже не чувствуется как работа. Общение, да, общение с человеком, это всегда приятно, потому что, опять же, как, смотря, как общаться, есть же понятие общения на уровне сол, на уровне души, и вот это та самая высшая составляющая, до которой еще надо дойти, потому что, двигаю поближе товарища рядом, он как раз этому обучал, потому что, ну, нету выше, чем божественная, скажем, любовь, да, там нету материального аспекта, там нету ни страхов, там есть только одна любовь, а любовь – это самая высокая вибрация, которая только существует, правильно? Конечно, конечно. Полагаю так, что на этой позитивной ноте с высокими вибрациями мы можем закончить нашу программу. И мы ее продолжим. У нас сегодня такое знакомство, поскольку Марина очень занята, очень востребована, ну, и все-таки в выходные, в праздничные дни у нас как-то меньше загрузки, поэтому мы решили, договорились с Мариной, чтобы вот это занятое расписание высвободить вот эти 30-35 минут. А мы планируем делать регулярные программы по пятницам, насколько я помню, да? По четвергам. По четвергам, прошу прощения. А почему по четвергам, совершенно верно. Дело в том, что четверг, это я уж как нумеролог могу вам сказать, это день Юпитера. А Юпитер – это гуру. А гуру – это учитель-образователь. И опять же, с точки зрения нумерологии, могу сказать, что прямым текстом Марина у нас учитель-образователь, то есть тот человек, который знает, чего нам всем надо. Марина, огромное спасибо за твое время в эфире. И до новых встреч. Вам также. Спасибо большое. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok